Всем привет! Сегодня мы с вами будем ужинать. По крайней мере, я буду ужинать. И все это приготовила я сама. Вот такая вот я мастерица. В общем, сходила в магазин. Если кто подписан на мой инстаграм, тот, конечно же, все это видел. Приготовила я себе яичницу. Внимание, как вы думаете, с чем? Правильно, с сухариками. Может быть, это не совсем сочетается, но я помню, что в детстве мы постоянно так делали, и нам это очень нравилось. Еще здесь у нас такой сладкий перец. Йогурт. Совсем не в тему, но просто так захотелось. Сошла в магазин и не могла пройти мимо йогуртов. Я, значит, буду ужинать вместе с вами. Грибочки я пожарила прям хорошенько. Без мамы, конечно, трудно. Но я уже привыкаю. Убираюсь дома быстренько. Рано утром встаю. Стараюсь что-то такое приготовить, что будет кушать и бабушка, и я. Если вы никогда не пробовали яичницу с сухарями, обязательно попробуйте, это просто оболодец, как вкусно. Давайте я постараюсь ответить на максимальное количество ваших интересных вопросов. Шелли мне тут задает вопрос, пельмешки сама купила, говорит, или сделали. Мама приготовила пельмешечки и оставила мне, чтобы я не умерла с голодом. Алика, привет, приготовь что-нибудь из рыбки или грибочков. Вот как раз я как почувствовала грибочки. Вопрос задает Федуова. Как зовут парня, почему не выставляешь вместе с ним фотографии? Все элементарно. Он не хочет. Не все люди на земле мечтают стать блогерами. Он же не виноват, что он выбрал девушку, которая занимается видеоблогерством. Впервые я попробовала шампиньоны, когда нам их привез мой двоюродный брат. Его мама консервировала. У него мама русская. И она вот эти все грибы и все такое так хорошо разбирается. Я, если честно, немножко побаиваюсь покупать другие грибы, кроме вот этих вот шампиньонов. Боюсь отравиться. Но шампиньоны это просто... Это просто любовь. И здесь у меня кофе. Вкусно. Вкусно. Настроение хорошее. Что еще для счастья нужно? Вкусная еда. Отличная обстановка. Вы для меня уже как семья. Смотрите, деревенские яйца. Насколько они желтые. Обожаю все деревенские. Немного пересолила я, правда, грибочки. Ну, так даже вкуснее. Кстати, когда я выложила фотографию своего брата, куча девочек мне писала, что познакомили меня с ним девочки. Я вас уверяю, у него такой отвратительный характер. Мы с ним все детство просто дрались. Точнее, он меня обижал. Трудно назвать дракой, если бьют одного, да? Это просто избиение. Наверное, не дрались, а меня мочили. Так будет честнее. Как-то один раз. Вот я каждый раз вспоминаю эту ситуацию, и мне реально становится смешно. Вот лет 10 вспоминаю это, и все эти 10 лет мне смешно. Короче, нам было по 12 лет. Я, моя двоюродная сестра. Мой брат и двоюродный брат. И мы были у них в гостях. И как бы поделились на две команды. Два мальчика, две девочки. И решили, что подушками будем друг друга мочить. В общем, игра такая. Я дерусь, значит, со своим двоюродным братом, а мой брат дерется с двоюродной сестрой. И мы что-то подушками туда-сюда. И вдруг мы обращаем внимание, как на заднем плане кто-то... Ай, уй, ай, ай, больно, убивают. Ну, думаю, неужели подушкой можно так сильно бить человека. Меня брат убьет за эту историю, но я все равно расскажу, что он тут далеко. Что ты мне теперь сделаешь? Ничего. В общем, короче, мы с двоюродным братом поворачиваемся. И смотрим, что он прям убрал подушку и такой кулаками давай бить ее. И мы такие вмешались и такие говорим, ты что, придурок, что ли? Она же девочка. И вот такой, это же игра. Ну да, игра. Немного в нем есть вот это, не знаю, как назвать, покультурнее. Прошло уже лет 10, да? И каждый раз, когда я вспоминаю эту ситуацию, мне просто хочется смеяться. Всю жизнь. Следующий вопрос касательно брата. У вас были вместе комнаты или разделены? У нас всю жизнь были разные комнаты. У меня была розовая комната. И причем, знаете, была такая несправедливость. У нас был огромный большой дом частный. А то сейчас квартирка. Раньше был дом, был шикарный. Ну, в общем. И получается так, что его комната, это, наверное, где-то, я точно вам не скажу, но где-то около 30 квадрат. Огромная. Просто там стоит диван, кровать, два шкафа, компьютер. все условия, короче, вообще. И у меня комната. Пять на пять такой, знаете, туалет. Даже не пять на пять, наверное, три на три. Это потому, что изначально родители хотели нам сделать одну общую комнату. Потом подумали, что нет, нужно делать отдельные. Получилось так, что моя комната была по соседству с кухней. Решили сделать кухню в два раза больше, а мою комнату поменьше. Зачем? Я ей в конуру, как зашла, и спать. Зачем ей большая комната? Незачем. Правильно. Сделаем лучше кухню. 40 квадрат. А на три, на три. Нормально. Девять квадрат уменьшается. Мой брат очень любит животных, но животные вообще ненавидят его, потому, что он, например, берет котенка и начинает выгладить, гладить, гладить, гладить. Котенку это до какой-то, котенку это до каких-то пор нравится. Но когда его час гладят, его это уже задолбало. И он пытается уйти, а уйти не может. В общем, про своего брата я могу говорить вечно. Я ему раньше говорила, что я вырасту и напишу про тебя книгу. Короче, про его подвиги, так скажем. Он мне говорил, что я про твои. Назову, говорит, супер момент, три секунды и айнур. Нет, с этим клеем у меня вообще дела плохи. Как же это мало, ребята, мало. Вот упаковка, которую я вам показывала в инстаграме. Я всю ее пожарила. И вот она. Вообще, это упаковка на семью, но, наверное, там нужно пожарить с картошкой. Ну, и что, знаете, у меня охота стала запариваться. С картошкой, с чем-то. Еще завтра, на завтра купила такую рыбку интересную. Вам на инстаграме покажу. Правда, я не знаю, как ее кушать, но мы разберемся, я думаю. Кстати, после того, как я выложила свой инстаграм в инстасторис фотографии своего брата, столько вопросов вообще касательно него, вообще, что он, как он. Честно, девочки, ужасный характер, по секрету, ужасный характер. Это вообще караул. Я его, конечно, очень-очень люблю, и, наверное, мое детство не было бы такое веселое, если бы не был бы мой брат. Мой брат столько угорал над комментарий, над комментариям, я не помню, кто написал этот комментарий, кто-то написал, что я вот эту историю вам рассказывала, кто постоянно смотрит мои видео, как я за горы упала на велике, и там одна девочка написала, что я просто не представляю, говорит, как твой брат не умер со смеха, когда вот это все происходило, и у меня брат так смеялся над этим комментарием, и он говорит, что этот человек прям чувствует меня. Мой брат такой, знаете, что-то произойдет, все посмеялись и успокоились, например, да? Брат еще три дня будет угорать над этим. Прекламная пауза. Она девочка пеет, Айка, а что ты не любишь из еды, если такое существует? Никлу на 55-29. Привет тебе. Такое существует, что я не люблю. Я не люблю то, что я не пробовала. Знаете, у каждого блюда, мне кажется, какой-то свой вкус неописуемый. Я, например, раньше не любила роллы, а сейчас, если честно, немножко побаиваюсь. Не то, что не люблю вот этих вот устриц, креветок. Так, хотела купить креветки и снять какой-то мукбанк именно с креветками, потому что вненька не было. Во-первых, была какая-то подозрительная низкая цена на креветки. Это меня насторожило. Ничего, что я прям руками... Ну, ничего, вы привыкли, вы все свои. А потом сейчас говорят, вот эти вот... Морское все не стоит особо кушать. Яичница с сухарями это просто обалдеть, как вкусно. Дальше. Брат старше или младше? Я много раз говорила, но некоторые опять пишут, что нет, он младше на 6 лет. Старше на 2 года. Сейчас моему брату 25 лет. Да. Да. Обязательно будет, я уже решила, конкурс Мукбанк с подписчицей. Кто хочет участвовать, пишите мне в инстаграме. Или как сделать, может пост какой-то поставить. В общем, я додумаю, но уже кто хочет, дайте мне об этом знать. Просто в инстаграме очень много людей мне пишут. Я не знаю, увижу ли я вас или нет. и последний йогуртик. Может, они в темы сюда, но просто мне настолько захотелось, мне прям рука так потянулась, прям, я взяла, я очнулась, когда уже я купила йогурт. Сейчас все напишут, куда он сюда. Это не сочетается. Пофиг, ребята. Кто тоже облизывает вот эту штуку, ставьте лайк. Так, пробуем. Вообще, я вам хочу сказать, ой, как вкусно, ребята. Это просто, это просто, ребята. Это просто вкуснотища. Продон течет. У меня нет терпения. Я не могу так долго маленькой вот этой ложечкой кушать. В общем, на этом все. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой инстаграм. Увидимся завтра в моем новом видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.